Дорогие и господи, официальный рингсайд. Виктор Панин, Россия, Йорк Милке, Джемини, Лэнс Огнар, Недерланд. Рефери Юрий Копцев, Россия, супервайзер IBF, и ЕБП Михаил Денисов, Россия. Дай мне представить вам боксер. Представляю вам соперников. Файдер и Блуконер из Сен-Назар, Франция. Он 29 лет, 187 сантиметров и весит 86,15 килограмм. Его профессиональный рекорд – 13 победы по 5 к.о. Один потерял и один дров. В синем углу боец из города Сен-Назар, Франция. Ему 29 лет, рост 187 сантиметров, весит 86 килограммов. 150 граммов, профессиональный рекорд. 16 боев, 14 побед, 5 из них одержаны нокаутом. Одно поражение, одна ничья. Оливер Вайтра. Файдер и Блуконер из Екатеринбурга, Россия. Он 33 лет, 188 сантиметров и весит 90,35 килограмм. Его профессиональный рекорд – 17 победы по 16 к.о. В красном углу боец из России, город Екатеринбург. Ему 33 года. Рост 188 сантиметров, весит 90 килограммов, 450 граммов. Профессиональный рекорд – 17 боев. Во всех одержаны победы 16 из них нокаутом. Непомещенный Юрий Кашинский! Оливер. Итак, видимо, возраст, рост и вес бойцов. Довольно серьезная разница в весе у ребят. 4 килограмма преимущества у Юрия Кашинского. Да, и Оливьер Ветрон так недовесил, скажем так, вышел таким небольшим недовеском. И видно, что так визуально Юрий выглядит поатлетичнее. В стойке левши начинает этот поединок француз. Вот он, в принципе, левша. Всегда боксирует в этой стойке. Возможно, сегодня будет пытаться запутать Кашинского, будет менять стойку. Ну, видим, два удара так выбросил здесь Ватран. Ни один из бойцов пока не отдают такое какое-то пространство. Оба много винтят. Видно, что Юрий Кашинский ищет ищет момента. Раздергивает за счет финтов. Оба работают через переднюю руку. Видно, что каждый из бойцов пытается навязать, навязать свою манеру поединка. Каждый готовит свою атаку. Да, пока что идет разведка. Присматриваются друг к другу оппоненты. Опасно так вразрез атакует с дальней руки француз. Ватран пока что немного активнее. Больше выбрасывает ударов. Я думаю, прекрасно знает Оливье Ватран, насколько велика репутация нокаутера у Юрия Кашинского. Поэтому для него очень важно вот так уверенно провести первый раунд. Опасно попадает здесь. Смотрелся он сейчас Кашинского, но это скорее была потеря равновесия. Да, бывает такое, когда спортсмены работают в разносторонних стойках. Вот тут идет борьба за удобную позицию передней ноги, скажем так. Да, но пока, кстати, скажем так, не наступают друг к другу на носки боксеры. Очень часто мы это видим как такую небольшую хитрость. Но сейчас пока все чисто на ногах. Ватран пристреливается. Кашинский, мне кажется, уже нашел комфортную для себя дистанцию. Но при этом француз пока что проявляет больше активности. Да, и мы видим иногда время от времени так идет вперед. Несмотря на то, что так прямолинейно, не всегда успевает его здесь встречать Юрий Кашинский. В предыдущем эпизоде неплохо попал Юрий. Заставил немного остановиться Ватрана. Пытался сейчас через руку попасть Юрий. Но надо отметить, пока вот так вот в первом раунде очень быстро и неудобно для своего соперника француз выбрасывает дальнюю руку. У него такой нестандартный он удар. Он бросает его хлестко практически без спины, но длинный очень удар. Ну что ж, подошел к концу первый раунд. Очень много разведки. Посмотрим, как будет развиваться поединок дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Сколько до нас, Макс? Второй раунд. В первом раунде мы видели очень большое количество разведки, большое количество работы передней рукой с обоих сторон. Ну, я думаю, так постепенно, но бойцы будут переходить к активным действиям. Смотрите, несколько ударов с дальней руки сразу же выбросил француз. Да, Ватран пошел вперед. Он, очевидно, своего соперника не боится, и это хорошо. Снова опасно два удара Билватран, но здесь попытался его встретить Юрий. Было попадание с его стороны. Кашинский, судя по всему, несмотря на свою репутацию, не заряжен на один нокаутирующий удар. Да, бросает сирена. Да, спокойно работает легкими комбинациями. Выглядит достаточно раскованным. Слышим мы грозный голос тренера Юрия Кашинского. Всегда он очень эмоционально поддерживает своих бойцов во время поединка. Да, конечно же, это Николай Попов. У нас небольшая патовая ситуация. Редкие перестрелки одиночными ударами. Но оба, оба, оба пытаются спровоцировать друг друга на какую-то ошибку и ждут нужного момента для атаки. Хорошо сейчас подловил Ватран Кашинского. Да, и тут же сместился. Пока что очень уверенно действует француз. Видимо, не очень удобно Юрию работать против левши, но это, собственно, общая проблема в боксе, как говорится. Правше против левши не очень удобно. Опасно в туловище. Так достаточно плотно пробил Ватран. Сейчас комбинация отвечает Юрий. Хорошо на ногах двигается Оливье Ватран. Да, он умеет работать в стойке левши. Грамотно это делает. В нужный момент смещается и уходит с линии атаки. Ну и пока такое ощущение, что не может его нащупать нужным образом для себя Юрий Кашинский. Ну или вполне возможно это маскирует, пока не рискует. Да, возможно, просто решил не взвинчивать темп Кашинский, присмотреться получше к своему сопернику и там уже решить, как закончить бой. Вот так. Вот так вот хорошо взорвался тремя ударами по туловище здесь Кашинский и все попал их. Сразу оживился зал. Ну, невысокий у нас пока что темп поединка, поэтому любые активные действия балльщиков, конечно же, радуют. Пока идет такая очень так позиционная у нас перестрелка с дальней дистанции. Ну, как это называют, умный бокс. Нет каких-то разменов в стиле шашки на голо. Просто перестрелка. Ну и вполне возможно, 10 раундов запланировано в этом поединке и, возможно, еще рано рубиться так с открытым забралом, скажем так. Да, ждем следующую трехминутку. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Бакс! Не Кашинский. Показал, если я правильно помню, 86,5 килограммов на весах Ольвье Ватрана, а Юрий Кашинский был 90 килограммов 450 граммов. Довольно серьезная разница. За счет этого очень быстрым оказался француз. Мы сейчас с коллегами в перерыве обсуждали, что, пожалуй, давненько не было таких резвых соперников у Юрия Кашинского. Да, и немножко складывается ощущение, что не видит, куда наносить удары Юрий Кашинский, не ощущает пока своего соперника. Но вот начал больше работать по туловищу Юрия, и вполне возможно, это достаточно правильный ключ к победе. Ну да, нужно замедлять француза, потому что иначе за ним и не поспеть, судя по всему. Абсолютно верно. Но и как опасно француз бросает свой левый длинный прямой в разрез. Он раз за разом так его втыкает прям туда. Оливер Харап. Бакс! Тем не менее, продолжает Кашинский оказывать давление. Смотрите, опять опасно с дальней руки, и тут же пошел вперед Ватран. Тот самый прямой с левой. По затылку я веду. Нужно Кашинскому еще больше, мне кажется, сконцентрироваться на корпусе, пытаться правой рукой туда попасть. Но не дает это делать Ватран, в свою очередь. Мы видим, он очень опасно встречает. То смещается, то неожиданно выбрасывает удар навстречу. И очень-очень хорошо чувствует дистанцию. Да, неудобный соперник у Юрия Кашинского. Вот буквально только начинает Юрий готовить свою какую-то комбинацию, а соперник сразу же выбрасывает встречный удар. Подсказывают из угла Юрия Кашинского не оставаться после атаки, сразу же смещаться с линии. Сейчас была хорошая задумка у Юрия, но не успел вовремя, оттянулся здесь Ватран. Буквально не успевает Юрий за соперником, очень быстро на ногах Оливье. Еще продолжу туда. Подходит к концу у нас четвертый раунд. И вот так он заканчивается. Невысокий у нас темп в поединке. Будем надеяться, что дальше станет жарче. Продолжение следует... Продолжается бой Юрия Кашинского и Оливье Вотрана, у нас пятый раунд. Подошел к середине поединок. Из десяти запланированных пятый. Включил джебы Юрий Кашинский. Больше стал выбрасывать легких ударов. Ну вот, мне кажется, нужно так бороться с Оливье. Так работал Кашинский в первом раунде. Очень много легких комбинаций. И маскировал под этим сильные удары Юрий. Нужно ему продолжать так делать. С таким быстрым соперником, как Оливье, можно и не дождаться того момента, в который можно нанести одинаково. Вот сейчас хорошая была комбинация от Юрия. Вовремя провалил, он тут же проатаковал. Причем достаточно быстро. Смотрите, опять вразрез начинает выбрасывать. Причем несколько раз сдваивает свои удары с дальней руки. Он понял, что эти удары проходят и на данный момент пользуются своей возможностью. Да, и бьет очень остро. Не может пока что ничего Кашинский противопоставить этим ударам. Не успевает. Да, дальним ударом с дальней руки. Да. Уатран приковал практически правую руку Юрия. А вот это хорошее было попадание. В обвод блока тут выбросил правый крюк Юрий. В этом раунде практически не атакуют бойцы по туловищу друг друга. Да, сконцентрировались оба на головах. На головах. Каждый раз, идя вперед, Юрий натыкается на ногу своего соперника. Мешает передняя нога. Правильно ставит ее ватран. Здесь так, таким образом, что к нему тяжело подступиться. А вот сейчас мы видели опасный крюк по туловищу от ватрана. Очень хорош Оливье в реакционной работе. На встречу он работает. Да, показывает хорошие рефлексы. Да, контрпанчером работает на рефлексах очень уверенно. Причем показывает такую... Ох, как опасно! Череподруку он проатаковал сейчас. Француз. Зряча, точно, и тут же сместился. Судя по всему, очень уверенно себя уже чувствует Оливье. Подстроился он под Юрия. Да, он понимает тот темп, тот ритм, с которым выбрасывает Юрий свои удары. Читает это. Так, так, так! Макс! Хотя, в принципе, поединок такой не очень в высоком темпе проходит, но очень такую хорошую своевременность показывает французский боец. Такой тайминг, скажем так. Подходит к концу концовка у нас пятого раунда. Ну что ж, вот так переваливает потихоньку поединок за экватор. Ждем шестой раунд. Или ты сейчас его сломаешь, бля, или он тебя просто отжебет и отписывает. Ты понимаешь, бля, все, отталкнулся, ну, иди-ка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжается поединок Юрия Кашинского и Оливье Латрана. Вперед снова пошел француз. Юрий Кашинский пока что все так же, мне кажется, не может подступиться уверенно к своему сопернику. Просят от него больше работать по туловищу в углу. Ох, как опасно в разрез выбрасывал несколько ударов француз. Бьет коротко, узко, но бьет. Но француз поверил в свои силы, на протяжении пяти раундов у него все получается. И он не собирается останавливаться абсолютно. С другой стороны, учитывая репутацию Кашинского, тоже не стоит, конечно, идти французу с открытым забралом вперед, потому что Юрию по-хорошему достаточно попасть один раз. Но от раунда к раунду в Атран становится все смелее и смелее. Он становится гораздо активнее и агрессивнее. Ну, кто знает, возможно, это вообще геймплан Кашинского. Звучит, конечно, как теория заговора, но тем не менее. О чем мы говорили, то есть у нас всего бой перевалил во вторую половину, всего шестой раунд. Да, еще много времени впереди, очень много. Вот, честно, удается несколько раз Юрию сталкивать своего соперника. Видно следы крови на лице Ватрана, пока непонятно, то ли это рассечение, то ли еще что-то. Не отпускает сейчас своего соперника Кашинский. Судя по всему, вцепиться смог. Поймал свою дистанцию Юрий. Какие-то удары у него пока размашистые, если честно. Удары с боковой Кашинский наносят какие-то чересчур, пожалуй, даже амплитудные. Так опасно. Здесь хорошо проатаковал Юрий левым крюком через руку. Подсказывают трехударными комбинациями работать Юрию больше. Зал начинает подбадривать боксеров. Кашинский тем временем пропускает. И снова этот опасный апперкот с передней руки от француза. Не всегда реагирует на него Юрий. У Кашинского тем временем под правым глазом бланш. Да, и это, конечно же, следствие вот этого опасного левого кросса от французского боксера. Возвращает сейчас все Кашинский. Делает он все совершенно правильно. сближается и пытается вот здесь сбить с той прицельной работы с дистанции французского боксера. Подгонк разменялись бойцы ударами и разошлись на перерыв. Мы ждем седьмой раунд. И не па проблем, и не па проблем. И не па проблем. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжается поединок. Седьмой раунд, да, и четыре раунда у нас, по идее, еще запланировано в этом бою. Пока, конечно же, ничего не ясно. Но Оливье Ватран впервые на выезде, но смотрится очень уверенно. Да, и в пятом, и в шестом раунде так даже начал немножко прибавлять он. Работает через вот свой этот опасный апперкот с передней руки. Призывают Юрия больше работать передней рукой, больше расстреливать с дистанции своего соперника. Постоянно вот так нависать над ним немножко. Очень внимателен Ватран. Все он видит, практически каждое движение Юрия. И опять снизу подцепляет на выходе апперкотом слева. О, справа, прошу прощения. Ну и надо отметить так, пока чувствуется, что функционально боксеры чувствуют себя достаточно хорошо, комфортно. Да, седьмой раунд. Признаков каких-то усталости пока не видно. Ну, надо отметить и сказать по правде, что и темп пока очень невысокий. Да. Да. Нельзя, конечно, сказать, что в экономном режиме парни работают, но это и не размены на каждом шагу. Да. При всем при этом бой складывается очень интригующий и интересный. Ну вот, кстати, не часто, наверное, такое говорят в тяжелом и в первом тяжелом весе, но недовесок сказывается сейчас и работает на руку даже Оливье Ватрану. А вот здесь вот неплохо, мне показалось, попал по туловищу Кашинский. Было попадание и почаще, возможно, нужно работать именно туда. И здесь тоже может сыграть роль разница в весе, потому что Оливье Ватран может просто чуть меньше устать в последних раундах и оказаться быстрее в итоге на руках в конце. Посмотрим. Сейчас, судя по всему, инициативу решил перехватить Кашинский. Ватран берет небольшую паузу. Не так активно стал работать. Он уже, кстати, стал дышать очень громко с ударами Оливье. Это первый признак накапливающейся усталости. Да, и вполне возможно, вот несколько ударов по туловищу все-таки он прочувствовал. Возможно, подсбил немного дыхание здесь Юрий. Хорошо сейчас Кашинский зашел с ударом. Снова открылось рассечение над левым глазом у француза. Оно так стало обильнее кровоточить. Но оно ему не особо мешает, насколько я вижу. Снова попадание, мне кажется, несколько ударов по туловищу. Это не нокдаун. Пошел на обострение Кашинский. Все, что, в принципе, это абсолютно правильно. Понимает он, что пора активно действовать, но при этом пропускает навстречу. Ну что ж, концовка, наверное, скорее за Юрием. Ну а мы ждем следующий раунд. Продолжение следует... Продолжение следует... Второй раунд. Блю Коннор. Восьмой раунд. Три раунда остается до окончания этого поединка, если бой продлится всю дистанцию. Преедущий раунд, мне показалось, был достаточно удачным для Юрия Кашинского. Несколько ударов с его исполнения и достигли цели. Задышал, скажем так, французский боксер. Да, но это произошло, кстати, в результате работы самого Кашинского. Несколько ударов по корпусу Ватран прочувствовал, замедлился, не так быстро встал на ногах. Да, причем удары были достаточно короткими. Для Кашинского это огромная возможность, скажем так. Да, это тот момент, возможно, когда нужно немножко переломить ход поединка. Потому что на данный момент, откровенно говоря, нельзя сказать, что Кашинский ведет бой. Очень близкая ситуация, перестреливаются бойцы. Здесь опять попадает в разрез с дальней руки Ватран. На месте была перчатка у Юрия. Понял, почувствовал французский удар. Хорошо по корпусу сейчас от Кашинского. Абсолютно верно. И мне кажется, прочувствовал Ватран, судя по тому, как он изменился в лице. Да, эти удары достигают цели. И снова удар по корпусу. Все абсолютно правильно делает Юрий. В нужный момент он каждый раз атакует по туловище. И заметьте, коллега, насколько плотно стал держать перчатки. Все-таки француз. Сразу же эти удары он прочувствовал. Ну вот один вопрос. Не поздно ли? Не поздно ли стал по корпусу бить Юрий? Тяжело сказать, применимо ли здесь пословица лучше поздно, чем никогда. Но мы не продолжаем смотреть поединок. Мы увидим. Да. Временами пытается снова Ватран так опускать руки. Но уже больше прикрывает корпус локтями. И сразу, кстати, стал застаиваться Ватран. Меньше, да, он стал двигаться. Удары по корпусу несут свои дивиденды. Ну, таким образом, кстати, Кашинский защиту с головы снимает в какой-то мере. Если Ватран будет откровенно концентрироваться на корпусе, то не ровен час, что он пропустит и в голову. Рефери призвал боксеров Юрия больше слушать команды, а Француза больше оставаться в горизонтальном положении. В вертикальном, скорее. В вертикальном, прошу прощения. В горизонтальном его хочет отправить Кашинский, судя по тому, как он нацелен в этом раунде. И по такой активной концовке. Ну, нужно сейчас, нужно Юрию забирать концовку. Нужно разбивать Француза. Хорошо попадает. Хорошо попадает. Справа Юрий. Но все держит, все держит Ватран. Очень успешный раунд для Юрия, надо отметить. Да, прекрасная концовка от Кашинского. Впереди заключительный раунд. Или еще девятый. Мне кажется... Девятый ждет нас впереди. Да, девятый ждет нас впереди, конечно. Прошу прощения. Время летит во время этого поединка. Интрига висит в воздухе и ждем. О, боже. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... Сейчас пойдем мотать. Тайм! Мотай, мотай, мотай. Мотай, шустрее. Что-то с экипировкой у Юрия Кашинского. Да, там с пластырем какая-то есть. Это проблема. Небольшая заминочка у нас перед девятым раундом. Все, все. Вот это второй момент подмотать, прикрепить. Какое-то тактическое обматывание перчаток. Небольшой дополнительный отрезок времени для того, чтобы подышать обоим боксерам. Я думаю, это позитивно скажется на зрелищности. Два раунда у нас остается в этом поединке. Сейчас мы смотрим девятый раунд. Напомню, это бой за вакантные титулы и BP, и IBF Intercontinental. Снова крюк по туловищу от Юрия Кашинского достиг цели. Хорошо сейчас пошел вперед француз. Ему ничего не остается. Да, он пытается... Все возвращает Кашинский по корпусу. А вперед-то нужно идти Юрию, потому что если дело дойдет до судейского решения, там все может оказаться очень близко. Но здесь очень внимателен Юрий, потому что он понимает, что ждет его, возможно, навстречу сейчас ловит. Пытается поймать на дальний прямой француз. Очень плотно руками перекрывается Ватран. Попал два удара в разрез Юрию, но тут же вернул эти два удара французский боксер. Поджимал сейчас канатом Ватрана Кашинский, но не стал разбивать. Очень быстро сместился Оливье. Француз стал меньше передвигаться на ногах. Из-за этого гораздо проще Кашинскому, чем в первой половине поединка, попадать. Чаще удары Юрия стали достигать цели. Готовит, готовит удар Кашинский. Это видно. Чуть больше минуты остается в девятом раунде. Идет вперед Кашинский. Снова. Прижал к канатам Ватрана, но... Несколько ударов, да, выбросил Юрия. И несколько ударов из них были по туловищу. Но грамотно с помощью клинча ушел от канатов Ватран. Хорошо сейчас попадает Оливье. Опять свой апперкот с передней руки пытается выбросить здесь Оливье. Встречает. Очень крепкий французский боксер. Как джебом встретил сейчас француз. Он понимает, что в предыдущем раунде, возможно, до этого еще один не в его пользу и пытается реваншироваться. Разбит нос сейчас у Юрия. Это результат апперкота. Клинчует Ватран. Макс. Нужно Кашинскому еще больше работать. Тайм. Хорошо сейчас. Тайм. Макс. С шагом вперед попал с левой Кашинский и пошел разбивать, мне кажется, Юрий. Заряжен он на хлестке боковой. Но сам пропускает. Ватран тоже не собирается стоять и ждать, пока его будут бить. Тут несколько раз так легко, но точно попадает Юрий с передней руки. Концовка, концовка девятого предпоследнего раунда. Пытается замаскировать сильный удар Юрия в серии. И вот так забирает концовку. Клинчует сейчас Ватран. Ну что ж, мы ждем заключительную трехминутку. Держи. Пытается. Держи. Держи. Готово. Будьте с брицей. Держи. 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 Играет музыка Он поставил свой дальний удар с дальней руки прямой Мне кажется, француз чуть больше сил сохранил все-таки к заключительному раунду, он чуть побыстрее Посмотрим, поединок такой достаточно, мне кажется, конкурентным И яркий раунд нужен обоим боксерам, мы слышим, публика поддерживает Юрия Призывая его, видимо, к гораздо активным действиям Чаще и чаще стал присаживаться в кленче Оливье Батран Немного спойлерит Оливье Видимо, он понимает, что поединок по очкам складывается в его пользу Хорошо с передней руки работает Юрий Но это удары не акцентированы Несколько ударов попал, да, но не стал бить в дальнюю руку, выбрасывать Снова клинч Очень много подныривает Ватран Опять два удара цапнул здесь Юрий Чувствует он свою дистанцию, но не включает дальнюю руку Возможно, опасается все-таки удара навстречу Позади половина заключительного раунда Темп у нас чуть подупал Попал здесь сейчас Юрий трехударной комбинацией Одним из которых был правый прямой в разрез А вот здесь встретил, да Все возвращает Оливье Хорошая комбинация по туловищу обменялись бойцы Больше минуты остается в этом поединке Минута осталась, но пока ни один из бойцов не планирует уступать И заметьте, поединок у нас идет в центре ринга Размен Ничего не ясно в этом бою Снова два удара пытается выбросить Ватран Хорошо поймал сейчас Кашинский соперника Тайп по туловищу, а вот здесь вот Выпала капа у Юрия Вторую капу, давай, вторую, давай Забирай, нейтрально Время, бак Продолжается бой Снова открылось рассечение у Ватрана Остается совсем немного времени, насколько я понимаю, до завершения поединка Снова бойцы сходятся в клинче Очень много клинча Дистанцию никто не отдает Да, 10 секунд, кто заберет концовку И последний удар за Кашинским Ну что ж Ждем, ждем, очень интересно будет судейское решение АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА